Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале Счастье в нас самих. И сегодня, как и каждый день, мы посмотрим советы Таро на завтра. Что же, по мнению Таро, важно для вас знать на завтра? Итак, первое, могу сказать, что многих из вас завтра ожидают какие-то празднования. Что-то будете праздновать. Ну, а если нет никаких причин для празднования, могу сказать, что будут происходить события, которые будут вас радовать. И, знаете, иногда бывает, что мы просыпаемся в плохом настроении. И, знаете, как говорят, что спасение утопающих – дело самих утопающих. И тут может быть и такая ситуация, что для того, чтобы действительно улучшить настроение, вам самим придется что-то делать. Я всегда говорю, когда, особенно, ну, в принципе, это первое упражнение, когда начинается работа над собой. И самое первое упражнение – это посмотреть в зеркало, улыбнуться и сказать отражению – я тебя люблю. Но не один раз, а огромное количество раз. Можно вслух, можно мысленно. Я, кстати, всегда это делаю, пока я чищу зубы. Вот такая красавица с зубной щеткой во рту и вперед. Я до сих пор это делаю. Это уже вошло в привычку. Это уже вторая натура. И это, соответственно, не просто меняет мое отношение к себе. Это убивает, убирает любое плохое настроение. Потому что тут еще может быть и такая ситуация. Но в целом, потому что я вижу по этой карте, будете, чем что-то вас будет радовать. И, в принципе, не одно. Давайте посмотрим дальше. Я хочу сказать, что радовать может быть вас неожиданные какие-то выплаты. Неожиданно найдете выход из какой-то финансовой ситуации и успокоитесь. Не просто успокоитесь, а будете чувствовать себя счастливой или счастливым. Это десятка монет. И вообще по десятке монет тут могут быть прекрасные, радостные события, связанные не только с финансами, но и с межличностными отношениями и со здоровьем. Поэтому, да, у вас действительно есть причина, будет причина для того, чтобы порадоваться. А вообще радоваться было бы здорово. И просто так. Солнце светит прекрасно. Дождь идет прекрасно. Я проснулась, и это тоже прекрасно. Крыша над головой. Всегда есть пропитание. Поэтому вот таким образом, я хочу вам сказать, можно улучшать свою жизнь. Когда концентрируешься только на позитивных аспектах твоей жизни. И я больше, чем уверена, даже больше, чем на 100%, что у каждого из вас есть что-то, за что можно радоваться и благодарить. И вот я, потому что я увидела некоторых, когда я сказала, что день празднования и радости, услышала кого-то, что начал это отрицать, а я могу. Спорить я не буду и навязывать свое мнение не буду. Это ваш выбор. Не хотите радоваться и двигаться, но это же ваш выбор. Это ваша жизнь. Вы за нее ответственны. Ну и еще один совет. Вот тут опять, вы знаете, я уже сказала, это вышла карта. Двойка монет это выбор. Это поиск баланса. И когда вы делаете определенный выбор, было бы здорово делать его в гармонии с вашим внутренним состоянием. Хотя по двойке монет еще говорят, что это выбор без выбора. Если перед вами стоят две ситуации, два человека, как бы две дороги, по двойке монет, что бы вы не выбрали, все равно выйдите в плюс, выйдите в позитив. Но я всегда еще говорю, потому что это еще карта баланса, что старайтесь выбирать в гармонии со своим внутренним состоянием. Если что-то вызывает дискомфорт, соответственно выбирайте другой вариант. А в целом прекрасный день для празднования чего-то, прекрасный день для радости, прекрасный день с прекрасными событиями, которые стремятся в вашу жизнь.